Здравствуйте, мои дружественные! Если вы думаете, что рукопожатие – это исключительно человеческая привилегия, значит, вы просто не смотрели в календарь. 21 декабря – день пожимания лап, и я надеюсь, что у меня хватит рук, чтобы поприветствовать всех встречных обладателей лапок и ложноножек. Готовый к пожатиям нейропрогноз на четверг. В Березе и Барановичах днём плюс три, в городах Каменец и Малорита плюс четыре, переменная облачность, возможен снег с дождём. Даже если вчера милые на вид лапки стащили котлету с вашей тарелки, отодрали заметный кусок обоев, поцарапали пол, испортили очередную пару обуви и, наконец, устроили ночное шествие слонов, сегодня всё равно непременно пожмите их с нежностью и благодарностью. Ведь кроме стихийного бедствия, они несут вам неподдельную любовь и преданность. В Ивацевичах, Пинске и Лунинце плюс три, в Кобрине плюс четыре, пасмурно, ожидается мокрый снег. Тот, кто однажды почувствовал тепло лапы в своей руке, признаётся, что в тот самый момент и рука, и тело, и душа стали принадлежать мягким подушечкам с цепкими когтями. А как показывает жизнь, всё, что лапками украдено, остаётся в них навсегда, будь то ваше сердце или бутерброд с колбасой. Сопротивление бесполезно, сдавайтесь сразу. Столине днём плюс три, в Дрогичине, Пружанах и Бресте плюс четыре, не исключены осадки в виде снега с дождём. Если кому-то вдруг ни одна лапа под руку так и не попадётся, думаю, это можно будет исправить с помощью плюшевой игрушки или новогодней ёлки. Давайте считать, что в этот, да и любой другой день каждой лапопожатие, если не к счастью, ток улыбки непременно. С вами был Богдан Завируха. Дорогите себя, а также лапы, крылья и хвосты. Увидимся!